Всем привет! Мы продолжаем с вами проходить Baldur's Gate 3, ну и как вы помните, в прошлый раз я обещал продолжить с того момента, что мы посмотрим с вами, как вообще сюда пробраться. Запихнем сюда всю нашу пати, но есть один нюанс. Нюанс сейчас, наверное, покажу. То есть, насколько мне кажется, я, возможно, не прав. Сейчас. Если все хорошо, то все хорошо. Если все плохо, то, уэх, все плохо. Эй. Так, но здесь дофига всего есть, это мы еще соберем. Посох мы ему тоже, посох нашим ребятам мы тоже возьмем. Давайте посмотрим, куда девчулю телепортнер. Да? А, в принципе, в принципе, если наши ребята вот сюда пройдут, давайте попробуем пройти. Так и быть. Так, куда нам? Нам с вами надо как-то вот вверх, а потом от домика каким-то раком куда? Вот сюда? Ну, да, вот сюда. О, давайте. В целом, мы должны с этим справиться. Проблем возникнуть не должно. И, да, роги я надел броню с помехой на скрытность. Не знаю. Наверное, армор-класс ему сейчас важнее, потому что я не очень-то эту скрытность использую. Но спасибо, что написал. Я действительно этого как-то умудрился, как всегда, не заметить. Так, здесь заперто. А здесь... А здесь уже мы открыли, да? Ну, давайте тогда рога наш, товарищ, использует свои воровские инструменты, чтобы эту штуку вскрыть. Мне просто хочется всей Патти оказаться внутри этого нашего волшебного... Ну, не домика, а данжа, получается. И посмотреть, что же там происходит. Ну, и всеми я не хотел перепрыгивать кучу ловушек. О, волшебный заслон. Кстати, да, мы таки смогли с вами добежать. Давайте попробуем его снять. Руки прочь, золотца. Ага. А у нас... А вазу куда фигануть? А вазу мы можем фигануть. Ну, блин, рассеивание магии у нас какой-нибудь есть. По-моему, на более высоких уровнях точно какой-то есть. Ну, а так мы получили 5 урона ни за что. Ай-яй-яй. И наш бойрога... Да, он стоит и смотрит печально на все это. Можешь как-нибудь опрыгнуть? А, вот здесь он может слезть. Да. Давайте тогда, ну, как бы, уважим его, потому что ему нельзя в проточную воду. И слезет он вот здесь. Ну, а теперь заходим внутрь теперь уже все. Супер. Во. Вот это мне нравится гораздо больше. Когда дух единства есть. Итак, у нас есть посох ведьм некий. Тяжелый сундук. Ой-ой-ой-ой. Нет, девчуля, нет. Фу, брось, бяку. Брось. Куда ты сундук взяла? Алло. А что там? О, количество колец. Ну, это мы выбросим. А посох ведьм. 1-6 дробящий. То есть он не такой уж сильный, но зато в нем есть луч болезни. А-а-а. Посох и нормальный вариант. А еще я прикупил шлем для девчули, потому что он защищает от критов. Как ровно, кстати, и во втором балдуре. Это чертовски приятно. И смотрите, что здесь есть. Слабоволие. Э, ребят, объединитесь в пати. Поцелуй безумия. А, это что такое? О. Это типа всякие штуки. Да? Но они практически ничего не стоят, поэтому я думаю, собирать мы их не будем. А вот сундук из лозы мы бы осмотрели. О. Прикольно. Так, ну и здесь что? Горькое расставание. Все види щелка возьмем. И письмо от Этель. И письмо к Этель. Вообще странно, что мы до сих... А, из Елии скорости, естественно, тоже стырим. Давайте-ка посмотрим. Даже если оно не переведено. Хотя вот этот вот доспех не имеет помехи. Э, ладно. Стоп. Астарин. Да, давайте тогда лучше вот так вот и без помехи. Черт бы с ним. Тогда мы скилл, получается, не за что взяли, но все равно в полной версии я, естественно, планирую... Уже, вернее, планирую перепроходить все, поэтому те ошибки, которые мы здесь совершили, они над нами давлять не будут. Мы совершим новые, более клевые ошибки. А, письма. Да. Я хотел почитать письма. Так. Где, где, где? Нет? Чертежи из высокого утеса. Ууу. Необычный амулет. Защита от зла и добра. Ну, нафиг. Письмо от Этель. Ага. Понятненько. А, письмо к Этель. Понятненько. Лады. Ну, тогда давайте спасать девчули. Я так понимаю, что вот тот механизм управления, он, собственно говоря, и должен нам в этом помочь. Вот здесь есть некая сфера управления. Она кричит, оставь меня здесь, но что-то я не верю, что ей бы хотелось вот там продолжать висеть. О. Девчуля. Оп. И, кстати, вот это мы тоже стырим. Ну что, здравствуй. Она ничего не скажет? Спасибо-то мне. Ничего. Вообще просто по барабану. Или, фуф, как любил говорить нам майор на военной кафедре, до звезды дрозды. Ну, вот это про нее. Обидно, что мы нигде в итоге бабусяку с вами не застали. Как-то она очень мощно слилась, и все. Ну, ладно. Допустим, этот вопрос останется открытым. Жоп. Так. Что ж. Эту южную часть мы с вами, получается, обошли. Но здесь еще что-то осталось. Но, по-моему, ничего нет толком. Мы можем попытаться вот сюда как-то подняться. Но там все это по болотам. И мне не хочется нашего друга Рогу, наверное, по этим болотам напрягать. Поэтому давайте к подземье в порт, наверное, отправимся. И вернемся в крепость гоблинов. Начнем там нашу миссию по вырезанию всего живого. То есть, как минимум, сейчас мы с вами на несколько уровней выше, чем были тогда, когда сюда пришли. Поэтому, ну, наверное, есть возможность у нас с вами там как-то все решить. Кстати, вот этот золоченый сундук, я не помню, мы с вами его вскрыли в итоге или нет. Просто, если нет, то сейчас самое время. А, пустой. Ага. Черт. Где-то, мне кажется, мы с вами оставили в итоге не открытые сундуки. Ну, да ладно. У нас веселая пати. Вот девчули бы как-нибудь подлечиться только. Но у нас, кажется, хавка была. Я скупил все съедобное в этот раз. Но, по-моему, яблоки ее не очень лечат. О, яблоки ее отлично лечат. А, только первое. Ммм, понятно. Видимо, когда она голодная, она хорошо лечится. Когда она не очень голодная, получается, не очень лечится. Какое-нибудь зелье самого дешманского исцеления есть у нас? О, баранинога. Уу, вот это нормально. Понятненько. Окей. Давайте подниматься наверх тогда. Куда наверх? Да, вот сюда наверх. Все совершенно верно. И мы с вами хотим дальше гоблинский форт вычищать просто-таки от гоблинов. Потому что, вроде как, тот самый друид может нам, возможно, помочь с нашими личинками. Потому что пока что у нас процесс такой. Все бы кто... Ну, я еще распоявился, что вот эта вот ведьма на болоте тоже может нам помочь с личинкой. И тоже жертвой станет наш глаз. И, по-моему, она тоже не поможет нифига. Поэтому посмотрим, как это выйдет у доброго друида Хальсина. А здесь что-нибудь есть интересное? А, значит, азут и другие боки. Кстати, в Дивините очень много левого чтива. Я не знаю, оно создает атмосферу. Но было бы здорово, если бы как-нибудь они помечали, что типа сюжетно нам может пригодиться. А что типа вот просто флэйвор-текст. Цепи. Так, что-нибудь есть? О, зелье яда и свиток паралич гуманоида. Прекрасненько. Возьмем. Я вообще в предыдущий раз эту комнату не заметил. Ну, бывает. Бывает. Ладно, выходим. И смотрим, где у нас что с гоблинами. По-моему, прямо вот здесь должны стоять несколько радостных зеленых тварей, которые прям вот готовы пойти на умершивление. А, даже не только гоблины. Некоторой лунный свет. И причем... А, это торговец. Ууу, какая прелесть. О, я слышу звон монет. Ты как раз вовремя. Сегодня я уже получила хорошую прибыль, так что чувствую прилив щедрости. Да мы тебя прибьем скоро. И что за дело может привести торговку зентов в гоблинский лагерь? Смеешься? У гоблинов лучшие пленники на продажу. Дешевые, тихие. Только и мечтают подальше убраться. По крайней мере, так было, пока они не ударились по религию и не стали отправлять пленников в лунные башни. Хотя я не жалуюсь. Продала им достаточно дымного пороха, чтобы десять раз покрыть потери. Утри слезки, Эльматор. Что им лучше, камней или в гоблинский котел, а? Ладно, потрепались и будет. Я здесь вообще-то ради торговли. Покажи, чем торгуешь. Так. Что у нее интересного есть? Короткий меч плюс один. Не возбуждает. Кинжал плюс один, честно говоря, тоже не сильно возбуждает. Вот скиметр плюс один уже начинает возбуждать. Мне кажется, у нас у Роги что-то подобное есть. Тяжелый арбалет плюс один возбуждает, но стоит всех наших денег, наверное, да? Да. Именно так и есть. Всякие стрелы, черт бы с ними. Ну, тогда давайте закупаться как бы самым основным. Основное это все-таки зелье лечения. Тем более они стоят, по-моему, неоправданно дешево. Масло остроты. Клево. А насколько оно работает? Интересно. Ну-ка. Тенч. Обменяем. Нет, то есть оно же не может работать вечно. Правильно. Так. Здесь наши верные... Точнее, не наши верные, а их верные слуги. И сюда нам нельзя, что ли? Не траж. Ага, они все к нам отношения ухудшили. Но здесь, глянь, барабаны есть? Я не вижу. Я вижу кучу трупов и отсутствие барабанов. Так что давайте-ка наш Рога попробует типа спрятаться. Мы сохранимся. Роги-рога спрячешься. Нет, не получается, а вот тут он спрятался. И типа атака из-под тяжка. Ух ты. Все, убийца, конец тебе. Попытаться заговорить зубы. Так, что у нас есть? Я просто мимо проходил? Я не преступник? Какая дельфинка. Пофигня. И не смогли. Мне уж казалось, что я знаю все дурацкие оправдания. И тут ты со своим дерьмом атакуем. Смешно, но поскольку мы бьем первыми, как учил нас Фредди. Ой, торговец, кстати, тоже с нами сразиться хочет. Но я думаю, торговец-то не главное. О, не главная опасность. Не, держи. И еще держи. Конечно же, еще держи. Ой, ой-ой-ой, какая мы увертливая, да? А ты кусь можешь сделать? Он не может сделать кусь. Он может торговки сделать кусь, не пытаться. Ай, ну как минимум он бы ее занял. Если бы все было хорошо. И тут я вспоминаю. Здорово, у нас есть всплеск кислоты. Самое время про него вспомнить. Ладно, 80%, но здесь 42. Выбор очевиден. Ух ты, горит. Так. Сейчас, девчуля, только не кидай ничего уешного у нас, а? Пожалуйста. Руа лунный свет. Она планирует следующий ход. Это очень хорошее действие. Которое мне нравится. Надо больше планировать и меньше делать по факту. Я надеюсь, это как Divinity, когда персонаж долго не может двинуться. Он такой, типа, ну, я завис. Передаю ход вам. Да? Сильву пляшечка. Кстати, обновил дрова на видюху, если вдруг кому-то это интересно. И игрушка стала, ну, гораздо меньше глючить. Хотя GeForce Experience я упорно не ставлю, потому что, на мой взгляд, это какой-то сраный блотворк, который собирается собрать инфо о моей системе. Ну, хотя при этом Стиму я с радостью ее даю. Но Стиму я доверяю. Мы с ним знакомы уже больше десяти лет. То есть, как бы, там все нормально. Ну? Ну, пожалуйста. Пожалуйста, хватит. Слушайте, Дену, хорошее планирование это вообще-то нечто. Так, а сама она куда делась? Она куда-то исчезла. Давайте-ка загрузимся и все же прибьем ее первый тогда. Хотя на практике мне куда больше нравится вариант убить и заговорить зубы. Потому что это веселее. Ну, обман, например. Да? Получится? Получилось. Хватит болтать. Просто иди себя прилично, чтобы мы к этому разговору больше не возвращались. Опачки. Раз. Так, теперь сделаем то же самое со второй девчулей. Эй, вот здесь есть слепая зона. Где-то. Где-то тут. Эй, сюда иди. Друг, давайте чуть-чуть. Во. Вот сюда. Теперь пройдемся. Так. А, вот тут я вижу слепую зону. Стой сюда. Он почему-то не хочет не оставать упорно. Вот тут слепую зону. Ага. Но при этом почти проходит дверь, которую не должен. Во. Отличненько. И теперь сейчас по второй так же мы вмажем. Да? Ух ты. Попробуем еще разок заговорить зубы, почему бы и нет. Второй раз так же сложно. Тринадцать. О. Ех. Ну, а поскольку, как вы, наверное, уже знаете, я сторонник миролюбивых решений вопроса, я лучше заболтаю зубы еще раз. Ну, естественно, попытаюсь перерезать. Во. И еще разок снова обманем, например. Восемнадцать. Ой, не получилось. Ну, придется атаковать. Вот раз атакуем, но при этом... О, у нас гораздо больше народу ходят. Я думаю, хот-роги нам гораздо важнее потратить на что-то действительно важное. А поэтому... Поэтому. Имп. Ты сможешь девчулю доесть, а? Вот ты тварь имп, а? Вот ты вообще нас подвел. Просто что я хочу? Я хочу гейлом кинуть кислоту, чтобы снизить армор-класс вот этой вот дамы. Актито! Да? И плюс он должен подойти к ней вплотную. Вот так вот. Возьмем меч. Да? Посох, вернее. А теперь наш роги-рога. Он может свободно к ней подкрасться и с пониженным армор-классом... Во! Вот так вот сделать. Вот это мне хотелось. И теперь, соответственно, он может вернуться... Эй! Но эту девчулю... Да, куча. Вот, смотрите. Все мирно, благородно. Никто не пострадал. Ну, из наших, по крайней мере. У-у-у! Ключ храмового торговца и замысловатый ключ. Плюс скеметар, плюс один тяжелый арбалет, плюс один. И даже кольчужная рубаха, плюс один. Смотрите-ка. Как нам сегодня повезло на предметы. Эм, жаровня. А что? Мы на ней можем что-нибудь приготовить? Эм. Да? А, нет. Мы можем просто ее включить. Давайте насладимся нашими новыми предметами. 1, до 6, плюс один скеметар, фехтовальная. Но у него нет умения. Нет, черт. Обидно. Хорошо, но, девчули, то мы тяжелый арбалет плюс один точно дадим? Это плюс один броска на попадание. И с броней давайте посмотрим. Вот эта вот кольчужная рубаха, она дает еще больше брони. Чпок. А наш персонаж? Нет, это он не может надеть. Жаль. А что с кольцами? Кольца просто стоят дофига и все. Ладно, их право. А что ж, самое время посмотреть, что было за этой дверью, куда нас пытались не пустить. Ну, вообще, смотрите-ка, благодаря нашей вежливости крайней, мы с вами смогли получить доступ вот в этот тайный проход. Аааа, где было, по сути, решение той задачки, если обратить внимание. Черт. Ну, метод тыка тоже, знаете ли, решение. В общем-то, геморрное. Ну, как говорится, не поймешь мозгами, поймешь жопой. Ууу, а мы с вами нашли 3 500. 3 500. Так. Здорово. А здесь что-нибудь есть? А, вот здесь мы, типа, могли, если что, наверное, перелезть как-то. Возможно, возможно. А что ж, у нас с вами остались двое. У нас с вами мерзкая лихорадка. Фу, 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 фу. Не надо, не надо, не болей, девчонки. Вон, по кислоте походи. У нас осталось дроу, и у нас остался чувак-демон-челл. А, у дроу, по-моему, гораздо меньше народа было. И я не знаю, может... О, кто-то дружелюбный. А, это паукан, наверное, да? Во, вот тут еще кто-то ходит. Кто-то ходит. А, нектас круг. Интересно, она до суда видит? У нас получится так же, как бы, аккуратненько присесть и хорошим критом его разфигачить. Ну-ка. Ой. Вижу, ты любишь пускать кровь. Но теперь моя очередь. Ага. Ага. А, дроу явно все это не нравится. Ха. Жрица Абсолюта. Ну, ладно. Я думаю, кислотой все равно мы в дроу пульнем. Ух, ты можешь сверху это сделать? Так вообще прелесть. Тут как раз говорили о том, что сверху гораздо выгоднее действовать. Во. Им мы снизим броню. Здесь у нас пока никого, да? А, вот и тут, смотрите, кто же есть эта штука. Хорошо. Хорошо. Так, а теперь наш персонаж. А кто ходит дальше? А вот этот гаденыш тоже хочет ходить в какой-то момент. Беда. Ну. 40. О, 65. Получается, мы немножко наши силы с вами разделяем, но все-таки. Ага. Сейчас гаденыш еще что-нибудь в нас кинет. Барабан. Знаете, что у меня есть идея, но она в меру дурацкая. Вот эти два чувака, они стоят на месте. Они никуда не уходят. А там у... У-у-у. У... Вот здесь было много бочечек. И какие-то из них вроде даже были помечены как взрывоопасные. Если мы эти бочки поставим возле дроу, в них огнем... Что-то, наверное, произойдет. Что тут? Бочка с огневухой, с дымным порохом. Ну-ка. Девчуль. Сколько ты можешь унести? Давай так. Она может унести много. Ух ты. А может тогда лучше это потратить на демонов? Потому что там у демона, по-моему, все стоят на месте. Хотя он, мне кажется, слабее, чем дроу. Потому что он всегда во всех вот этих... Ух ты. Тут еще, смотрите-ка, некто бракал. Бракал. Верующий в Маглуби это. Это тоже, скорее всего, нифига не добрый бог. Можно туда отправиться. Мы еще, кстати, не осматривали ту часть. И поговорить с ним. А где тут кто-то дружественный? А, вот он, паук. Так, аккуратненько. Посмотрим, никто ли не помнит наши темные делишки, которые мы раньше совершали. Нефритка-клак. Нрачон-гурт. И... И вот этот товарищ. Эй, стоп-стоп-стоп. Мы не пытаемся открыть, мы пытаемся поговорить. Слава его, кровавой секире. Слава раскаленному железному трону. Славься, Маглубиет. Молиться мне мешаешь. Боишься настоящего бога? У тебя не больше мозгов, чем у остальных. Молись, кому пожелаешь? У нас свободный мир. Заржу, не могу. Свободный мир. И че ж я тут заперт, как долбанный эльф? Я тебе расскажу. Я тебе расскажу. Я верен Маглубиету. Не даю богу выскочки запудрить все мозги. Ты говоришь про Абсолют, я так понимаю? Да. Все мое племя на эту срань купилось. Ублюдки. Предатели. Великий Абсолют нас объединил. Дроугнулые гоблины теперь все друг другу косички плетут. Вот гонева. Ты не хочешь, чтобы твои соплеменники общались с чужаками? Да ладно, я же с тобой тряплюсь. Но вот это вся фигня. Обнимемся, братья и сестры. Извращение какое-то. Это ненадолго. Скоро они вцепятся друг к другу в глотки. Хотя, да пошли они все. Я пережду. Буду молиться настоящему богу. Ага, то есть в целом он не против тут нам помочь случись какой замес. А сколько их вот здесь конкретно? Ой, тут еще. У них еще тут раз, два, три тусовочка. Ладно. Ну что, можем поаккуратненько по одному вырезать. Вот здесь, смотрите, бочек расставить. У них у всех хп-то немного. Тын, 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 цепную реакцию. И взорвать. Но давайте попробуем начать с малого. Начнем вот с этих ребят. Тут как бы они довольно-таки слепые. И никто ничего не видит. Как мне кажется. Да? Ну-ка. Ага, не, нифига, видят. Но как только вот этот вот патрульный отойдет чуть-чуть, мы сможем вот здесь спрятаться. Прямо за ним. А патрульный, он как раз отходит. Ну-ка, кто нас палит тут? Палят. Палят, сволочи. Сволочи палят. Ладно. А вот сюда, если зайти? Мы тут можем? О, тут их тоже трое, но есть... Есть опции скрытности. Что ж. Попробуем кого-нибудь зафигачить из лука. Четыре... От шести и до восемнадцати. В принципе, шансы есть. Шесть-восемнадцать, в среднем получаем двенадцать. Ну-ка. Ой. Нравится оружием размахивать. Так давай, пусти его в ход. Ай-яй-яй. А вот эти ребятки нас видели, слышали? Не, эти ребятки нас не видели и не слышали, что самое главное. А тогда мы можем, может быть, даже успеть. Но я бы предпочел его сразу и свалить, если честно. Корабрец плаг, как бы. Ладно. А вот так? О-о-о. Вот так вот можем. Дядь, ты что? Прямо сюда? Вот так. Меня устроит всех троих кислотой зафигачить. И ты, друг. Девяносто восемьдесят пять девяностых. Кто ходит в следующем? Ходит в следующем вот этот. Нет. Вот этот, да. Корабрец. Да? Зыз. Ищей коникник. Нет. Стоп. Кто-то присоединился к ним. Эти нас запалили. Вот срань. Ну, может, все получится. Или нет? Так, наш рога. Что ж. Девяносто процентов. Девяносто девяносто. Давайте. Один готов. Так. А. И тычковый еще нужен подарок. О. А вот тут тычнуть не даст. Нет, стоп. Да, недостаточно. Стоп. Почему действия? Вот. Я хоть чуть-чуть не хватило. Надо было вот эту местность кем-нибудь заблокировать. Кстати. О, это идея. А, даже знаете что? Мы можем ящики использовать. Ящики, это же прекрасно. Ну-ка, девчуль. Ты уходи отсюда, зрачон курт. О, уходят. Так. А ты, девчуль, вот это вот сюда. Оп. А можно? Не трогай ничего. Ничего не трогаю. Ничего. Ничего не трогаю. Все, все, все. Так. Ты, друг. Давай. Ага. Вот сюда. Смог. И... Оп. Ага. Ну вот и началась наша битва вновь. Только теперь, правда, порядок ходов немножко другой. Но зато в соседней комнате все довольно-таки дружелюбные. Потому что никто не видит того дестрой, который мы здесь творим. 75, 90, 90. Давайте вот этого попробуем добить. О, отлично. Одного вынесли. Вообще, можно вот сюда подойти. Так. Например. Вот сюда. Ну, короче, толкнуть девчулю... Нет, не сюда. Ее хочу толкнуть. Так. Вот сюда куда-нибудь. Ты можешь подойти? И толкнуть ее... О! В пропасть. Хе-хе. Неплохо. Так. А там чувак. Уперся в бочке. Ну-ка. А храбрец палата решил ничего не делать. Вот такой вот он храбрец. Так. Аккуратненько. Вот отсюда. Акито. Кислота сработала. Мне на самом деле кислота в основном нужна ради ее эффекта. Девчуль, ты можешь прыгнуть? Во, вот сюда можно, кстати. Ох, только бы как принц Персия ничего тут не обвалилось. Все. Тихо, мирно. Никто ничего не слышал. И не видел. Ну, единственное, что... Ай. Слишком тяжелый рюкзак. А, ну, это ничего страшного. Там много бочек. И что это дает? Персонаж перегружен. Персонаж не может бегать. Да и ладно. Что ж, внезапно три гоблина, которые висели на стене, оказались во тьме. Так. И я бы, наверное, еще в этом эпизоде попытался... Вот этих ребят раскулачить. Их осталось тут сколько? Раз, два, три. Так, если у тебя получится... Давайте, девчуль, чуть разгрузим. Чуть-чуть совсем. То есть, здесь... Так, 86. Вот сюда. Мы можем разгрузиться, наверное. Просто так, чтобы она смогла хотя бы бегать. Понятно, что больше всего у нее весят бочки. Но все-таки. Во, она снова может бегать. Шик и рога. Можешь ты где-нибудь спрятаться? Его везде видно, к сожалению. А если он попробует этого гоблина нашего освободить? М? Вдруг? Что будет? Давайте хотя бы проверим. Руки прочь. Ага. К нам стали хуже относиться. Наверное. Пять. Спрячемся. Эх. Ну, можно вот отсюда, например, начать. Вот отсюда. Эй. Когда-нибудь на нашей улице будет праздник, а? А сверху он может спрятаться? Черт. О, этот чувак один... Ай. Я надеялся, что он один зайдет в соседнюю комнату. Не заходит. Ну, тут надо проявить немножко терпения совсем. Я думаю, оно когда-нибудь вознаградится. Как только этот гаденыш в соседнюю комнату зайдет... А, местная крыса. Так. Ну, вот же. Вот должен быть наш шанс спрятаться, а? Не, нифига. Ну, хотя бы вот здесь. Даже в углу нельзя. Вот ведь воды. Хорошо, ладно. Попробуем просто вот все вместе рядом встать. Все, давайте подойдем вот к этому товарищу. И прямо-то атаку из-под тяжка начнем. Сто процентов. Давай. Давай, мистер крыса. Ну, вот этого. Готов. Пришел твой черед убийца. Окей. Ничего страшного. Мы не боимся. Зрачонгурт или... Вот эта девчонка будет пытаться ходить первой. Но фишка как раз тут в том, что пытаться ходить. Потому что... Раз и два тычка. Оффхендом. Ай. Уже один тычок. Оффхендом. Но вдруг. Опа. Четенько сработано. Ха-ха-ха. Четенько. И... Все. А теперь остальные. Давайте опять же начнем с того, что кислотой зафигачим, чтобы снизить armor class. Да? Че она там дает? Кажется, armor class снижает все. Эй. Эй. Вот так вот. Пум. Да, снижает класс с брони на два. Мы бы могли его, конечно, и оттолкнуть. Но я не знаю, как-то это грустно. Во. И наш персонаж. Давай сюда, дуй. Че-нибудь мешать тебе? Ничего не мешает. Давай. Фу. Слава его кровавой секири. Слава раскаленному железному трону. Славься. Моглубият. Молиться мне мешаешь. Большинство настоящего бога. У тебя не больше мозгов, чем у остальных. Ну ладно, ладно. А как ты оказался в клетке? Я верен моглубиену. А, ну это уже у нас было. Афраб салют? А, не хочешь, чтобы твои соплеменники общались с чужаками? Ладно. Ну что, я бы его выпустил при прочих равных. Да, он гоблин, но это не значит, что он враждебен. Хотя он молится Моглубиету. Я думаю, он враждебен. Возможно. Ну все. А? Так тоже происходит. Ну что ж, друзья. Что бы мы ни делали, даже факел я тушил, гоблин все равно эпично взрывается и дохнет. Поэтому, да черт бы, наверное, с ним. Ну и на этом давайте закончим эпизод. В следующем эпизоде еще нам предстоит взорвать, получается, дров, я думаю, все-таки. Потому что у чувака там много хилых очень сообщников рядом. Мы с ними как не справимся. Плюс, я думаю, можно подобрать то количество пороха так, чтобы и на дроу хватило, и здесь кого-нибудь бомбануть хорошенько. Ну а пока спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Зуклике, Андрею Фиолетову, Алексею Смирнову, Не тот поворот, Сергей Геймс, Рокки Бальбова и Антону Церу за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Огромное спасибо всем вам, ребятушки, что вы здесь. Приходите, смотрите эти прохождения, ну а с вами мы встретимся завтра. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok